Разговор Путина с Кудриным, безусловно, имел свою целью приподнять Кудрина в глазах общественности, в глазах политического класса, то есть его несколько искусственно усилить, потому что Кудрин, безусловно, стал слабее за этот год, за минувший год, в нисходящем тренде. Потому что те надежды, ставки, которые он сделал, они в значительной степени не оправдались. То есть Путин старался его усилить, видимо, потому что он видит в нем какой-то элемент в балансе элит, в балансе сил. Но как раз содержание этого разговора показало о том, что если Кудрин видит себя действительно в роли политического тяжеловеса и, условно, премьера, причем не просто премьера, а премьера с широким карт-бланшем на проведение определенной политики, которую он считает нужной, то Путин видит в него все-таки финансиста. Не зря повторил, что Кудрин – это министр финансов, а не социальный министр, хороший. И достаточно ясно дал понятие, за что именно он ценит Кудрина. В значительной степени, ну, помимо профессионализма, за способность сказать «нет» эскалации расходов. Путин нуждается в таком человеке с тяжеловесием, который способен быть мистером «нет» в вопросе об эскалации расходов. Это, опять же, элемент системы управления, элемент системы сдержек и противовесов. А вот Кудрин, как идеолог экономической политики, безусловно, фигура абсолютно непродуктивная и неприемлемая. И я полагаю, что и Путин, судя по тому, что он говорил, понимает, что он скорее секторальная фигура. То есть человек, который может отвечать за финансы, но не за экономическую политику в целом.